Так, вот она правильно сгибается. Молодец, хорошо сгибается. А теперь? А теперь захватывай полностью, чтобы не расцепилась она. Еще ниже. Нет, стой, подожди, пусть она ниже согнутся, она падает. Выпрямись, Ксения, выпрямись. Просто пока скажи ей согнуться, чтобы у тебя был обхват больше. Нет, подожди, не хватает, сгибайся еще ниже, еще ниже, еще ниже, еще ниже. Все, хватит, вот, видишь? Теперь ты ее обхватываешь, подходи плотнее и обхватывай сзади. Вот, и теперь ты под локти, да? Все, поднимаешь и как бы разворачиваешь обратно с силой. Нет, ничего не получится. Ну, практически. Это тяжелое. Мне кажется, это надо даже на мной. Как ты это делаешь? Смотрите, дальше какое вот. Только тебя раздвернули опять. Сюда. Нет, нормально, нормально. Я шутаюсь. В сторону, которую делаешь. А еще. В замах, туда и кладешь. А может еще? Да, да. Вот, если у самих получается, то это отлично. Но вообще мы работаем с клиентами. Если человек может сам себе помочь, а какой-то массажист всегда без сапог, я себе помогаю сам. Но клиенты этого не могут. Им проще и дешевле вам заплатить. Поэтому учите все это делать в разных позах. То же самое мы будем на столе делать, на полу, на стуле. Это все примерно одно и то же, только на большие нюансы есть как схватить человека. Вот можно еще смотреть. Локти. Нет, пока не зажимай. Не зажимай. Расслабь, расслабь. Расслабь, расслабь. Расслабь. Сами ничего не делают. Вот локти у человека расслабленные, да? Вообще я обычно сначала человеку подготавливаю. Ну, во-первых, говорю ему расслабься, расшатываю его, да? Ручки висят. Такая минимальная кинестетика у человека. Практически эти уроки кинезиологии такие. Знаете, есть такой целый институт. Вот. Можно по одной руке делать. Вот так, да? Закидываем. Расслабь же. Ничего не делай. Сам. Так и просите своего пациента. Сам ничего не делай. Мне помогать не надо. Вы профессионалы, вы знаете как делать, да? И вы расслабленную руку закидываете вот сюда. Некоторые начинают эту руку вот так поднимать и держат. Зачем? Я не понимаю. Я же сказал расслабься, да? Расслабься. Поднимаем за один локоть. То же самое. Движение вот такое. Только если у нас руки стали здесь. У нас был, ну так будем говорить, хруст в верхней части грудного отдела, да? И шеи. То сейчас у нас будет хвост в нижней части грудного отдела, да? Исправляем лордоз таким образом. Выдох. Вместе выдыхаем, вместе говорим. А движение, видите, на себя и вверх. Расслабляем пресс и ноги. Вот. И чуть-чуть. Для симметрии сделаем с другой стороны. И то же самое. Подождите, не смейтесь. И то же самое, если вы уверены, что дальше продолжат не быстренькие движения. Берется так же две руки. Раз. Схватили. И то же самое за две руки. Чтобы они не разошлись, можете свои руки сцепить. Видите? Сломал. Так, рука просто висит. Ближе, чтобы по центру был. Двумя руками подохнуть. Двумя руками подохнуть. На себя и вот так. Сначала на себя, а потом вверх. Кивок делаешь в себя и вот туда вверх. Вот так и будешь. Вот, да. И дышим вместе. Дышим вместе. И приподнимай ее. Не в этом положении, не в этом положении. В каком? Давай еще раз. Вверх. Вниз. Вверх. 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 Если только вставать на стримянку? Да. У меня там есть ролик, в ютубе выложен, как я с двухметровым человеком тоже самое делаю. В Одессе у меня, что ли, рост? Я с ним проделал, то это самое. Ничего, в принципе, можно. Просто ходить назад. На себя, а потом вверх. Это делает соседей. На себя, а потом вверх. Это лучше себя делать. Вот так. Если его вес. Движение понимаешь? Тогда можно встать на стол. Вот так вот движение. Давай. Вот так. Давай, садись. Да, попробуй сидеть сделать то же самое. Наконец. Забудь, потому что у тебя стоит. Дитё, а, дитё. Ставь руку. Не надо трясти. Не надо трясти. Не надо трясти. Не выкрутить. Ну, вообще я делаю, честно говоря… Это нормально? С легким весом, да? Чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть в сторону. А, чуть-чуть в сторону. А, чуть-чуть в сторону. Вот так? Нет. А чем в сторону? Ты вешли вот это прямо? На себя, на себя. Прямо, да. Сначала на себя, потом вверх. Вот. На себя и вверх. Слушай, да. Кивох такой, получается. Ту-ру. А куда надо тянуть? Вверх. Ну. Нет. Не сразу вверх. На себя и вверх. Слушай, на себя. Смотри, здесь она отрывается. Может, что вот другой, ваш помочь, держал ногу. Вот видишь? Вот. А ты отрываешься, поэтому и не хрустишь, блин. Она не тяжёлая здесь вещь. Надо что бы ноги там зацепить. А теперь две. Иногда с легкими людьми даже хуже получается, потому что они как обезьянки. Раз, и болтается у вас. А здесь тоже вверх? На себя вверх. Да, тоже так же. Только, знаешь, локти надо ближе. Это мы вот работаем над лордозом и сколиозом, да. Чтобы его выпрямить. Да, вот так вот вверх. На себя, на себя сначала, потом вверх. Да, вот волна. На себя и вверх. Тун. Да. Ну ты же показывал, да вот так. У меня ноги расстегиваются. Ноги можно опять подержать. Давай, держи ноги. Ничего не тянется уже у тебя. Вот смотрите, если у вас пациент лёгкий, в принципе, да. Я больно, больная. Меня бы точно потянуло. Есте. Да. Сейчас мы тебя потянем. Можете ещё продолжить. Вот так он висит. Расслабь, расслабь. Ничего, нет. Не держи. Не держи. Просто руки свободно висят. Висят. Ну как там его? Силовер. Честно. Мы его приподняли. Пациент, видите. И просто свободный таз и его покачали по кругу. А как это с большим дядем делать? Да. С большим дядем срочно так же. Ну там вместо... Встаёшь на кушенку на стульчик. Тебе двух метров. С большим дядем не получится, да. Это как раз я говорю, если пациент лёгкий, да. Вот мы как раз расслабляем вот эти вот зажимы, где поясница касается скрестцов. Давай. Кольбаска. Как ты меня покрутишь? Я не знаю. Вот вот получается. Только лицом камеры надо устроить. А то я не пойму, что вы тут делаете. Понятно. Стоять. Всё, не могу. У меня спина уже болит. Я себе надорвала мышцы. Ну ладно, с Сеней попрощаемся. Смотрите далее. Сразу. Поясничный. Нижний. Вот да. Доходим теперь до нижнего отдела позвоночника, поясничного. Помните, да. Если здесь мы с грудным работаем на растяжение, то нижнее и шейное в основном идут на скручивание, да. Значит, смотрите. То же самое движение, которое мы закончили. Вот это, да. Расслабься. Расслабься. Давай. Луками все. И да. Рука у клиента. Полностью расслаблена. Глаза у него закрыты. Можно немножко не поборваться. Так, опять. Можно немножко не поборваться. Не волну на пальцы. Давайте еще вот так сделаем. Сеней тоже вспомнили. Оботок покрутим. Ну, окрекайте. Валей. Как хотите, можете поступать. Тогда он вам отключится, он вам доверяет. А я тебе говорил, работаем на доверие. Доверитесь и получайте удовольствие. Зато расслабились. Вот. Сама не держи руку. Еще раз повторяю. Не держи ее специально. Вот она. Расслаблена. Логоток. Расслаблена. Вот. После этого только. Только после этого я тебе приподнимаю так же, да. Привет. Расслабились. Вот. А дальше. Мы чуть доворачиваем. Грудной отдел. И просим человека приподнять ногу. Вверх. Да. Вот то, что ты показывал в качестве упражнения, сейчас мы делаем в качестве мануальной терапии. тока. Опять же, мы плотно прижимаемся, чтобы позвоночник был вертикально ровно стоял. После этого скручивание идет. Ох. Ох. Слышно, да? Еще как. Вот я услышал с моим корпусом. От крестца практически вот до грудного отдела, да? Практически. Да. Отлично, да. Понравилось. Вот. Меняем для симметрии. Не всегда полностью грустит. Опять же, я вас предупреждаю. Не это наша цель не нравится. Хотя это как бы как фиксация для самого себя, понятно. Можно немножко это упражнение сделать. Подожди. Более расслаблено. Если человек действительно, ну вот, легкий и вы можете его поднять, да? То можно его положить себе на бедро. Вставай. Вот это плечо. Вот так вот. И просто походите, чтобы она расслабилась. А там, там. Там, там. Там, там. 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 Почувствуй, что она расслабилась. Лежи на бедве. Уронили. После этого. Угу. После этого скручивание. Ой. Не тянется. Не тянется. Уже устали, да? Не, не устала. Куда? Так, чтобы не сегодня. Хрущу, крущу. Папка старая. Угу. Ага. Ну что, бывают клиенты и оборот падают, и рыкают, и так-то. Угу. Я случайно в воздух. Угу. Язык прикуси. Попробуем сначала это сделать, да? Давайте дальше заходить. Все? Так, да. Ты будешь пробовать на день? На ком? Ну давайте сначала ты, на Наташа. На Наташу. Он мне засадится на стол, потому что с меня скатится. Я посередине. Да я это знаю. А сначала поболтать? Да, конечно. Вот так вот, да? Олег, сначала приподними за локоть. Да, сначала приподними за локоть. Олег показывает на мастер-классе. А потом пробовал на девчонках. Пробовал, да? Вот это у меня сразу получилось. Вот, теперь локоть отставлять дальше в другую сторону. Потому что скручиваем. А эту кавелку, прости, поднять противоположную. И подожди, выпрямить, выпрямить, чтобы она ровно ставила вертикально. Теперь скручиваю. В противополе, конечно, локоть сюда. Получилось? Грустно? Можно сделать не обязательно резко. Можно сначала довести до конца, а потом уже в конце надавить. До предела довести, а потом надавить. Я попробовала на себя. Самое главное – это ощущение на себя, чтобы потом определить. Да, да, да. Я тоже так обучался. Я все на себя сначала. Какое потом делать? Угу. 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 Получилось, да? Типсогитальный. Он выпрямлялся. То есть для этого лопатки. Либо разводим, либо свозим обратно. Понимаешь? Либо движения идут вот такими. То есть вот то, что мы делали с обоими локтями, да, это от сколиоза. Если мы делаем поворот вот такие, вот эти вот, это больше от ордоза и от ротации самих позвонков. Смотри, просто берем в эту сторону. А когда сколиоз, какие движения можно, когда позвоночник? Вот я же показываю. Вот эти вот. Вот эти, которые мы сейчас скручиваем? Вот эти вот сейчас. А, только вот эти, да? Нет, и скручивания тоже. Можно? Можно, да. Ничего не будет там у каких-то этих? Ой. Ну, сначала же, конечно, мы мышцы расслабляем с одной стороны, напрягаем с другой стороны. Да. После массажа, после вот этих техник уже можно делать. Теперь смотрите, в обратную сторону, да. Когда лопатка сходится, даже есть такой тест. Если лопатки соединяются, да, то значит сколиоза у человека нет. Если он соединяет, вот так вот руки, в ладони соедини, вместе. Сколиоза нет. И смотрите, вы тут, конечно, тесты можете проверить. В отверстие, видите, размягчить чуть-чуть. Видите, вот эти треугольники пустоты, да? Если они симметричные, ровные треугольники, да, то сколиоза нет. Видно, да? Да. Лопатки выбирают на одном уровне. Видно, да? Значит, тоже сколиоза нет. Сколиоза, можно? Сколиоза, это значит, будет у вас перекос такой-либо такой, либо лопатка будет выбирать вот так. Ой, это очень сложный вопрос. Мы занимаемся иммунальной коррекцией. Иммунальная коррекция не вправляет в прямом смысле слова. Меня многие спрашивают, что можно сделать с сколиозом? Можно ли это исправить? Ну, это такое планомерное длительное упражнение, которое не каждый клиент выдержит. Вы сразу предупреждаете, хотите, я с вами буду два года заниматься, тогда мы его исправим. Это надо спать по самопозу, это надо гимнастику на полу делать, самому следить за ним. Постоянно ходить регулярно на моральное и на массажной технике, да. Чем моложе, тем более. Да, кстати, вот у детей чаще всего начинают заниматься с ним. Это так, когда они начинают расти, отсюда переходный период. Потому что, вот еще раз вам покажу. При сколиозе, вы представляете, человек все время ходит при воде. Поэтому, соответственно, в позвонке они становятся клиновидными, понимаете? Вы же форму позвонков-то уже не поменяете? Да, да. Они же стираются здесь вот, да. Или эти диски вот уже сплющенные с этой стороны, немножко замочные. Фигурозное кольцо вот это у нас же уже такое стертое, да? Почему? Как вы его исправите? Это же надо, если вы выпрямили, получается пустота. Ее надо чем-то заполнить. Либо мышцами надо укреплять, да, мышцы двух сторон. Либо туда вкачивать, непосредственно, ну, такие всякие гелевые есть. Тяжело будет. Ничего-ничего, нормально. Так, вот так, стой. Ну, в противовес эту руку заведует локоть. И вообще тогда развернитесь к камере локтями.